Великой Отечественной войны В 1943 году фашисты угнали более 30 тысяч его жителей. Стариков, женщин и детей. Некоторые из которых были совсем крошечными несмышленышами. Некоторых постигла страшная участь концлагерей, где людей клеймили как скот. Многие до сих пор помнят то страшное время, в котором прошло их детство. Налетели немецкие самолеты и начали бомбить. И уже подлетели снаряды, мины и все. И мама схватила меня и в окоп. И ее ранило в руку, в локте. Кость повредила. И так она осталась всю жизнь инвалидом. Матери страдали в основном больше. Мы то на руках, то на ногах. Еще маленькие совсем были. Ну и значит где-то в августе месяце 42-го года в наш хутор зашли подразделения румынской армии. Румыне вошли, они сразу же отдали им, по-моему, сказали на три дня на разграбление города. По домам ходить, курей забирали, яйца, молоко, хлеб. Ну, в общем, вот так вот. И вот один румын к маме вставил пистолет в рот и говорит, где твой муж? Ну, тут бабушка вышла со мной, на руках стала кричать. Ну, в общем, он не убил. Где-то три дня они господствовали. После этого появились немецкие вооруженные, значит, солдаты. Уже на машинах, на мотоциклах. Стали выселять всех из своих домов, которые получше дома. Они там еще выбирали дома, там хаты, так назывались. И поселяли все немецкие и румынские солдаты. А население мирное, они выселяли в подвалы, в сараи. Когда немцы зашли, они сразу нас, как-то, да, ну, не дом был, а хата была. Вот. И, естественно, нас сразу оттуда убрали с мамой, с бабушкой. Мы в подвале жили. Захватили все, нам комнатку маленькую отделили. Это, а остальное они себе там взяли. Мы были вынуждены переселиться в сарай, где корова у нас была. Вот. И так вот даже там и зимовали. Было холодно, крысы. Ну, как-то я стою рано, еще маленький, что запомнился. Выхожу там в этом самом столовом уже, что-то самое. Конфеты, все, я беру конфетку одну, румынное небо. Потом заскак. Ах, ты такой, сякой, хватает меня, расстреляю. Соседка, тетя Дуся, у нее основная мать, начала кричать. Потом немец пришел, а, маткид, маткид, не стоит. Из рассказов бабушки, я там у немцев карты, колоду стащил нечаянно, не знаю, как. Это бабушка рассказывали, на что было очень большое, этот, немцы очень расстроились. Там меня хотели чуть ли не расстрелять за это дело. Бабушка, значит, там помогла, уговорила, где я их спрятал, показал я. Кстати, тут комод, за который я их спрятал, что до сих пор есть у нас, в гараже стоит, правда. Моя сестричка старшая, Валя, она была 37-го года, значит, когда вели наших солдат военнопленных. Вот, и мама пекла пышки и говорит, они просят, видят, что это, голодные, и просят покушать что-нибудь. И в это, Валечка это, взяла пышки и понесла им и бросала. И ей немец как дал прикладом, и хорошо, это, разбил голову, ну, чуть-чуть в висок, так бы убил он ее. Как-то я до бабушки шел, еще бабушка живая была, и немец, значит, пистолет вытянул, и стал меня, значит, это целиться. Ну, и стрелял, я аж стал плакать, мама подъезжала к нему, упала на колени, просила, чтобы, вот. Страшно было нам детям, прятались, кто как мог под кровать, ну, что я была маленькая совсем. В 43-м году, когда под натиском советской армии фашисты начали отступать, они взяли как живой щит, щит мирное население, в том числе и нас. Нас погнали туда, в Тамань, почти, где на подводах, где пешек, так это сами все. Увезли до переправы, потом на переправе посадили на баржи и отправили в Керчь. На барже стояли наши родители все, взрослые, наверху, а немцы все были внизу. Они как бы прятались, потому что бомбили наши самолеты. Выдали какие-то белые, то ли полотенца, то ли полотнища какие-то. Как потом оказалось, что в трюмах находились солдаты немецкие, а нас как бы для того, чтобы мы, нас тогда, наши летчики бомбили. И, естественно, нас заставляли махать этими белыми платками или что там, это самое. И летчики нас не тронули. Налетели самолеты, но так как женщины стали махать всем, чем есть, летчикам, они крыльями помогали. Но они кидали бомбы, но только не в нас. Когда мы на ту сторону перебрались, там погрузили в эшелоны и уже нас довезли до Джанкоя. Там был концлагерь, вот нас туда поселили, и мы там находились по времени, я не знаю сколько, но пока нас не освободила Красная Армия. Опять заставляли там рыть окопы под Джанкоем, потому что наши войска уже наступали. И оставляли две-три женщины там с детьми, жили в каких-то там складах, спали на соломе. В Цинкове там распределительный пункт был. Некоторые их повезли вглубь Украины, а нас повезли в Симферополь, а Симферополь в город Саки. И мы остановились в городе Саки. Балаклаву послали. Это тоже за колючей проволокой посадили. Внизу под Балаклавой были подземные водохранили, там катера их эти самые были, немецкие все пароходы, туда заходили, арки были, где заходили. И чтобы наша авиация не бомбила их там, они нас выгоняли из землянки, и там мы это жили. Ну, нас поселили недалеко от города Бахчисарай, поселок Бурундук, вот, татарский поселок. Ну, мы, значит, там ферма брошенная была, когда уже, и мы там поселились на этой ферме. В городе Саки родители и другие наши земляки ходили работать на маслоцех по приработке семян подсолнечника. Когда мы сидели с сестренкой в воронке от снаряда, маслоцех взорвался, и меня выбросило из воронки на какую-то кучу металлолома. Я потерял сознание, лечили меня в каком-то подвале народными следствиями, так как не было тогда во время войны лекарства. Мы были в подвале ночевали, вот, и утром где-то услышали, значит, крик такой радостный, что, значит, показались наши танки русские. И вот мы повыскакивали, кричали, смеялись, плакали. Когда освободили нас, значит, тогда кто куда, ну, так как слух дошел, что еще Темрюк не был освобожден, мы жили там, село, по рассказам, село Килигеи, Голопристонский район, и мы там жили до 44-го года, вот. И там нас нашел папа-инвалид, он пришел на костылях. Мы в 44-м уже были дома, но это еще на этом не закончилось, началась болезнь вот эта, не началась, она была уже тиф, от голода, от холода, и многие умирали от тифа. Мы вернулись уже, конечно, в 44-м году, вместо дома баронка осталась, и ни одной фотографии мама прикапывала. И вот мы, вернувшись оттуда, потихонечку началась жизнь такая уже, которая помнится. Детство было, конечно, и босоногое, и голодное, и холодное. С пяти лет уже помогала я этим, соседка, ну, видит, что мы такие трудолюбивые, говорит маме, Полина, пусть в это, твоя Нина поможет нам картошку копать. Ну, я, а не копаю, это я выбираю. Целый день, представьте, пять лет мне было. И в 46-м году я пошел в первый класс, учился я с переростками. И тетрадей не было, и ручек не было, и карандашей не было, писали между, на газетках где-то между строчек. Но, тем не менее, вот свою учительницу помню, очень помню хорошо. И я всегда удивляюсь вот моей маме, ведь тогда было очень голодно. Папа был очень мастер на руки, всякое дело он мог делать. И вот он делал из гильз патронов, делал зажигалки, и вот, и мама ходила вот по станицам, выменивала тогда на эти зажигалки что-то из питания, там, кукурузу. И вот я пацаном сидел на этой кукурузе, которой дробят, сидел, делал. Мама потом мамалы уварила. Ну, хамса помогала здорово. Из десяти человек только один возвратился домой. Это девять человек погибали. Так что детей много очень погибло. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok